Вот, посмотрите, перед нами барышни 20-х годов. Здесь стоит сказать о том, что смена силуэта – это не просто смена кроя, как просто раз, почему-то так захотелось. Нет. Это еще и смена мировоззрения, это еще и смена представления о том, какой должна быть женщина. Сейчас у нас с вами будет скоро сравнение, мы это увидим. И если резюмировать 20-е годы, то можно сказать, что вечерний вариант – это длинные платья, массивные украшения, перья и стразы, моду 20-х. Ну, возможно, сейчас еще что-нибудь свеженькое добавится в коллекцию. Так, так как первая мировая практичность. Да, естественно, ситуация в мире не может не влиять на то, что происходит с модой. И фактически, мода очень часто является определенным зеркалом. Оно, конечно, не в буквальном смысле отражает, иногда она, наоборот, пытается компенсировать что-то, что не хватает. Но мы будем не раз еще к этой теме возвращаться. Так вот, а днем появляется геометрический крой лифа и юбки, шляпы, клошь, вот они достаточно такие аккуратные, небольшие, украшения из пластика, шелковые чулки. Вот так меняется женщина. И самое интересное, насколько меняется представление об идеалах красоты. Вот, к примеру, одна из представительниц вот такого эталона, актриса Элис Джойс, в период даже чуть раньше и уже в 20-е активно признанный такой эталон, считалась эталоном красоты уже плоская грудь и бедра, но при этом скорее средние, а не худощавое телосложение. То есть у нас уже вот эта вот узкая талия куда-то исчезает, пышная грудь тоже уходит куда-то во вчерашний день, да. И такая фигура прекрасно смотрелась в коротких прямых платьях, с которыми модницы отплясывали совершенно другие танцы, нежели это было в начале столетия. Естественно, не все дамы обладали такой фигурой, поэтому действительно 20-е годы были связаны еще и с темой диет. И мы не раз еще об этом будем говорить, потому что мода на внешность, она очень коварна, проходит десятилетия, и она начинает отбрасывать нас совершенно в противоположную сторону. Ну, иногда десятилетия, иногда 20 лет. Вот давайте сравним, да. До 20-го года в моде для женщины свежий румянец, пухлая грудь, закрытость в одежде, сдержанность движения и поведения, да, то есть такая фарфоровая статуэтка. После 20-го года совершенно противоположный типаж становится эталоном. Фигура ближе к подростковой, да, с небольшой грудью. Загар вдруг приобретает популярность. Открытость в одежде, которая раньше считалась недопустимой. Становится модно курить, водить машину и работать. Вот как кардинально изменились идеалы. И вот, посмотрите, специально для вас собрала для сравнения этих женщин, которых разделяет буквально там десятилетия, 10-15 лет, и ситуация вот таким образом изменилась. Конечно же, здесь уже в 20-е годы натурал, натурал гамин, натурал романтик еще немного остается. Можно найти вдохновение для гамина, романтика и натурала классика. Сейчас вы увидите это, потому что, конечно же, что здесь сердцевиной является? Прямой силуэт. Прямой силуэт для кого? Для каких типажей легок, доступен, комфортен? Кто подскажет? Просто в целом, не надо долго перечислять. То есть мы видим, в основе лежит прямой, достаточно расслабленный такой силуэт. Ну ладно, не буду вас мучить. Для натурала и можно запятой поставить, и для гамина доступен тоже прямой силуэт. Легко с ним обращаться. А уже в зависимости от того, да, все верно, Елена, смотрите на платье. В зависимости от того, как мы декорировали, это платье с принтом, это платье с небольшими мягкими какими-то линиями, да, может быть даже натурал романтик. Это платье с определенным геометрическим делением, лаконичное без декора, натурал классик. Это платье с деталями, мелкими там и так далее, натурал гамин. То есть получается, что уже от того, как сделано оформление, эта эпоха, скажем так, 20-х годов, она может быть поводом для вдохновения для целого ряда типажей. Можно сказать натурал плюс, по большому счету, ну, в скобках маленьких поставить гамин плюс, но в меньшей степени. Там уже длина будет иметь роль, и также будет иметь роль, насколько форму держит платье. Потому что для гамина, конечно, будут 60-е, они там возьмут свое. Здесь все-таки больше для натуральных типажей. Но что касается вечерней моды, то здесь, конечно, блеск, который появляется, он добавляет возможность и гамином романтикам реализовать себя. Я думаю, что как раз то, что касается именно вечерних образов, то здесь рекомендации очень частые, да? Используйте для вечернего образа, гамин и романтики, пожалуйста, заглядывайте в 20-е годы. Совсем неудивительно. Вот как раз объяснение этому. Посмотрите, с левой стороны у нас современная стилизация, то есть это, будем так это называть, воспоминания о 20-х современных коллекциях. А справа у нас фотография из журнала того времени. То есть здесь реальные, скажем так, эскизы реальных вещей. Да, конечно, мода никогда не возвращается вот так прямолинейно, просто повторяя себя. Нет. Берутся какие-то элементы, которые более всего, скажем, созвучны нынешнему периоду, утрируются, дополняются, соединяются с чем-то новым и выносятся снова на подиум. Поэтому, конечно, любое воспоминание, оно отличается от источника, скорее, такая вариация на тему. А вот теперь посмотрите не на подиумы, не на журналы, а на фотографии того периода. Здесь мы начинаем понимать, насколько печально мода отражается на женщинах, когда она не дает нам выбора. И если мы вспомним, что у нас есть женщины с широкими бедрами, совершенно не приспособленные для таких силуэтов, то понимаем, что сейчас мы смотрим на это другими глазами. Хотя, скажем так, возможно, они жили в другой системе координат и ощущали, что это красиво. Взгляд и вкус тоже подвластен времени. И сегодня мы смотрим на что-то, нам кажется красивым, некрасивым, мы с определенной своей позицией смотрим. Но для того периода не было альтернатив, была достаточно конкретная мода, однозначная, вот силуэт, вот линия, вот фасоны одежды, хочешь быть модной, носи. Что дала природа в плане фигуры, как эта фигура вписывается в этот силуэт, это уже вопрос другой. Поэтому, конечно, мы очень часто видим фотографии наших, ну, не бабушек, скорее мам, которые где-то на студенческих фотографиях, все стоят в одинаковом. Вот сейчас ситуация совершенно другая, и мы с вами можем перебирать десятилетия прошлого века и выбирать только то, что нам нужно. То есть наше, ну, скажем, плюс для нас в том, что мы можем перелеснуть все эти страницы и выбрать только то, что нужно нам. И с удовольствием носить именно сегодня. Да, даёшь индивидуализм. И вот посмотрите, а это иллюстрации уже современные воспоминания о 20-х годах. Причём, обратите внимание, как по-разному, вот я сейчас отлистну обратно, да, мода 20-х годов на обычных женщинах 20-х годов, да, и как иначе она теперь выглядит на высоких, понятно, что без драматического стилевого типажа в них не обошлось. То есть на совершенно других женщинах, по-другому слепленных, так сказать, созданных природой, да, мы видим, у которых достаточно аккуратные бёдра, и они не становятся широкими и квадратными, и эти силуэты играются совершенно иным образом. Поэтому, конечно, ну, всех клиентов и друзей, и студентов призываю изучать то, что дано именно вам, и находить во всех разнообразных возможностях то, что именно вас раскроет и реализует. Что касается личностей, которые влияли на моду того периода, конечно, стоит сказать, что силуэт Шанель стал символом 20-х годов. И знаменитое маленькое чёрное платье в 26-м году назвали Фордом в области моды. Вообще, очень интересно, я вам цитаты буду приводить, которые, даже когда я отыскивала, размышляла над ними, тоже очень красочно. Иногда одна цитата, она даёт такое очень объёмное ощущение той реальности. Да, действительно, имя, которое в тот период было, скажем так, на высоте. Самое интересное, что если мы будем судьбу модельеров рассматривать, они не в течение всей жизни, как сказать, на самой вершине славы. Есть период, который проходит до этого, который взбирание на эту гору. Есть период, когда он попал в струю, попал в ощущение момента. Есть период реализации, раскрытия. Есть период, когда кто-то остаётся на одном уровне, кто-то уходит куда-то в тень. То есть здесь, конечно, будет сильно отличаться от этих 10 лет, потому что кто-то пришёл чуть раньше, ушёл чуть позже и так далее. Ушёл я имею в виду со сцены в большом смысле этого слова. Ну вот, с 20-ми годами такая ассоциация у нас есть.